Хиганбана, 25-ый эпизод. Да, все, кто уходит, всем пока. Неплохо. Интересно. Интересно, к чему все придет. Юкари Сакаки достаточно хорошо приспособилась к новому классу. Она уже правилась от шока после потери всего своего класса. А, лол, нифига себе. Вот это неожиданный камбэк в автобусной катастрофе, когда те поехали на экскурсию. Эта девочка, над которой когда-то особенно жестоко издевались, сделала своей миссией поиск и предотвращение издевательств. Ее избегали мальчики, которых это раздражало. Но все остальные восхищались ее чувством справедливости, она стала очень популярна в классе. Глядя на нее сейчас никто и подумать не мог, что когда-то она сама была жертвой издевательств. Даже вернув свою счастливую школьную жизнь, она ничего не могла поделать с ненавистью и предотвращенством. Она не отступала, даже когда ее предупреждения приводили к ссорам с мальчиками. Ведь ее такую Мария по-новому зауважала Силру в силу Юкари. Эй, сюда, давай мне кидай. Подождите, хватит, отдайте. Группа мальчиков играла в мяч с чем-то пеналом. Владелец пенала просил их отдать его, бегая за ним туда-сюда. Эй, ребята, хватит хулиганить! Крикнула им Юкари. Она отругала их за то, что они слишком далеко зашли в свои игры. И знали, где проведена черта между подкалыванием и издевательствами. Ученики этого класса уже были хорошо знакомы с подобной сценой. Юкари забрала у них пенал и отдала его владельцу. Держи, Юшикава. Спасибо, то есть персонаж Даш, окей. Масаки Юшикава робко протянул руку за пеналом. Мальчики глумились над этой сценой. Ну, ты жалобишь, Юшикава. Тебя спасла девчонка. Наверное, ты только с ними и играешь, неженка. Ага-ха-ха. Масаки был короткого, небольшого телосложения. По сравнению с другими ребятами, которые пережили всплеск роста раньше его, он выглядел очень маленьким. Из-за этого его часто высмеивали мальчики лучшего телосложения. И вскоре эти подшучивания переросли в полноценные издевательства. С появлением Юкари в этом классе постепенно перестали издеваться над другими. Однако эти мальчики не собирались отказываться от Масаки и их новой игрушки. Они втайне продолжали издеваться над ним, и с каждым днем было все хуже. Видео хмылки мальчиков, Масаки неудобно опустил голову и быстро выхватил пенал из рук Юкари. Я... Я не просил тебе помогать мне. Разве на тобой не издевались? Никто надо мной не издевался. И в его словах не было искренности. Однако Масаки выпалил их для того, чтобы касаться твердо. Он стеснялся издевательств. Но чувствуя, что нельзя признавать их, Масаки все время терпел. Хулиганы согласились с ним, утверждая, что они над ним не издевались. Тебя правда не обижают? Нет, нисколько. Слышала только Юкари. Масаки говорил слишком тихо и больше его никто не услышал. Да, и знаете, если понадобится помощь. Мне не нужна помощь, девчонки. Выполил Масаки и вернулся на место. Хулиганы согласились с ним и хихикнули. Он засмеялся вместе с ними, будто соглашаясь, но его смех был слегка неловким. У него такая личность, которую легко высмеивать. Так что это не издевательство, а обычное подкалывание. Вот во что он вынудил себя поверить. Слишком медленно Юшкау, пошевеливайся. Не могу, тяжело. Не смей касаться ими земли. Уронишь хоть один, мы выбросим твои брюки. Они заставили Масаки нести рюкзаки по их дороге домой. Он нес на спине, спереди, в обеих руках и на обоих плечах. И лол, сколько вас там. Было не столько тяжело, сколько трудно удерживать равновесие, из-за чего он едва не ронял их. Однако они продолжали насмехаться над ним, говоря, что он так легко не отделает, если уронит хоть один. Они дернули брюки Масаки. Сказали, что выброси это. Ну, дернули, украли. Если он хотя бы слегка коснется земли рук за комнат. А вот Масаки позорно шел в трусах, неся несколько рюкзаков. Их вес был не сравнить с позором вынужденного хождения в таком виде. Эй, давай быстрее, до телефонного столба. Беги, Йошикаво, спринт, спринт. Не, не могу. Беги, беги, а не там мы выбросим твои брюки в стоечную каналу. Мальчики ударили его сзади, призывая бежать. Из-за этого Масаки ускорился. Хватит, больно. Он на секунду потерял равновесие и все рюкзаки рухнули. Один из них упал в канал. Я только хотел предложить, надо ему все рюкзаки в эту каналу кинуть только что. Вот это лапнорм тема. А так напоминаю. Поступайте как Рина. Рина расскажет вам, как надо вести себя. Какого хрена? Ты уронил мой рюкзак в канаву. А, больно, а. С необузданной яростью на лице владелец Резуга снова и снова из-за всех сил пенал Масаки по пятой точке, как по футбольному мячу. Его белое белье быстро испачкалось. Хватит. А, больно. Ай. Ты нарочно сделала. Ты специально уронил мой рюкзак в канаву, урод. Нарочно, конечно же, нарочно. Нарочно же. Не связывайся со мной. Ой, перестаньте. Я не хотела. Простите. Да, ну. Серьезно. Да, да. Серьезно. Простите, простите, простите. Ну ладно, прощаем. Мы же друзья. Друзьям нужно верить, правда? Спасибо. Ага. Ну а раз ты уронил мой рюкзак, тебя ждет игра наказания. Пора вымочить в грязи твои брюки. Э, нет, не надо. Мы же обещали, что если ты уронишь, то будет игра наказания. Разве мы не друзья? Друзья должны сдерживать обещания. Ну... А, что? Разве мы не друзья? Нет? А, а, а. Я же твой друг. Мы друзья, друзья, так? Так, выжимая из него ответ, он ударил Масаки еще много раз. Много-много раз, причем с такой силой, что доказывал лишь то, что они какие-нибудь друзья. Ай, мы друзья, друзья, друзья. Вот видишь, мы же друзья. Тогда я сдержу обещания. Ты ведь сдержишь? Разве друзья не должны держать обещания? Да, я сдержу, сдержу. Вот и отлично. Ты сам пообещал. Хулиган протянул ему брюки. Естественно, он держал их не за тем, чтобы вежливо вернуть. Ты же пообещал, уронишь наши рюкзаки, и твои брюки будут грязь. Так что давай. Мы друзья, так что сдержу обещания. Иначе ты нам не друг, ты лжец. Если ты нам не друг, ты так просто не отделаешься. Лжецы должны быть наказаны. Хулиганы подошли ближе в угрожаемую. Масаки не мог ему возразить. В конце концов, под аккомпанемент насмешан хулиганов, ему пришлось вымочить в грязи свои брюки. Когда он вернулся домой, его мать рассердилась на него, спрашивая, как он его дарился так испачкать брюки. Не желая признавать, что они не издевались. Масаки сказал, что испачивался, когда играл с друзьями. Такое случалось не в первый раз. Он поднялся в свою комнату, положил рюкзак и сел с несчастным видом. Потом он бросил подушку и раз за разом пинал ее, бутупиная себя. Эй, вы же не обижаете Шикаву? Ничего, мы его не обижаем, да, дружище? Да. Тогда почему вас... Вас столько столпилось вокруг него? Сегодня Масаки опять был окружен хулиганами. По их словам, они просто его подкалывали. Однако и Масаки, и Юкари прекрасно понимали, что над ним откровенно издеваются. Эй, Юшикава, скажи ей. Мы просто хорошие приятели, и пусть оставят нас в покое. Мои друзья, так ведь? Да. Юшикава, ну-ка, сиди сюда. Юкари схватила Масаки за руку и насильно потащила его за дверь класса. Хулиганы глумились ему вслед за слистом и с издевательскими возгласами. Ау, на свиданку пошли. В коридоре Масаки терпит и выдернул руку из схватки Юкари. Эй, че тебе надо, Сакаки? Отпусти меня. У тебя точно все хорошо. Эти хулиганы правда твои друзья? Разве друзья стали бы делать такие гадости? Конечно нет, тебе не кажется? Эй, все не так. Так над тобой не издеваются? Нет, не издеваются. Отвали. Он не хотел признавать, что его обижают. Он знал, что над ним издеваются, но отказывался признать. А если он не признает, значит все хорошо. Просто он из тех, кого любят дразнить. Считать так его последнее утешение. Естественно, Юкари прекрасно об этом знала. Она знала, что нежелание выглядеть слабым в глазах девочки – часть его мужской гордости. Но из-за этого над ним только еще больше издевались. Хулиганы даже не считали, что издеваются над ним. Он был жертвой, но не мог признать издевательства и наполовину убедил себя в том, что это на самом деле всего лишь стеб с друзьями. Нет предпочтительных издевательств. Они все одинаково неприятные. Но все равно Юкари показалось особенно ужасным то, что над ним издеваются, а он даже не осознает этого. Тебе что, правда весело? Да, весело. Пожалуйста, скажи мне правду. Я на твоей стороне Юшкава, я защищу тебя. Поэтому, может, поможешь мне прекратить издевательство? Саки сильно волновала акт признания издевательств. После одного такого предложения его охватила ярость. Сказал же, все нормально, никто над мной не издевается. Боже, как же он раздражает. Не твое дело, не говори со мной больше. Это сплошная неприятность. Юкари понимала, что он сказал сгоряча. Но протянутая ей рука помощи не могла дотянуться. Юкари не сможет помочь, пока Масаки не примет ее помощь. Даже если она попробует продолжить разговор, он ей не откроется. Она решила все бросить и глубоко вздохнула. Ладно, я постараюсь больше не вмешиваться в твои дела. Отлично, можно я пойду? Если буду слишком долго стоять с тобой, начну распускать всякие слухи. Я всегда могу помочь тебе. Попадешь в беду, можешь в любое время поговорить со мной. Не за что. Выпылил Масаки и развернулся. Он заметил доброту в ее словах, но признаться в этом то же самое, что признает поражение. Сноющей болью в сердце он поспешил обратно в класс. С тех пор, видя как Масаки помыкают хулигану в классе, Юкари никогда не вмешивалась. Она не бросила его, а просто ждала, пока он добровольно не решит, что с него хватит издевательств. Те над ним издеваются, должны решиться остановить издевательство. Те над кем? Так считала Юкари. Если они не готовы, то даже вмешательство третьей стороны уладит все только на время. Разумеется, таким как он непросто набраться смелости. Она слишком хорошо об этом знала. Но Юкари хотела, чтобы он смог. Когда он обратится к ней за помощью, она встанет на его сторону и поможет, будто все время была рядом. Если хулиганы заходили слишком далеко, она вмешивалась, но не более того. Однако, число случаев, когда ей приходилось вмешиваться, все увеличивалось. Учитель даже несколько раз предупредил. Но хулиганы не унимались, а тот, кого обижали, так и не признался. Ситуация Масаки и Шкао постепенно становилась все серьезнее. После школы, сумерки. Прошло то время, когда большинство учеников уже ушли домой. Некоторые еще играли на школьном дворе, но в здании уже никого не было. Масаки пришлось остаться после занятий, чтобы выполнить работу представителя класса. Закончив, он собрался вернуться в класс. Он недобровольно стал представителем. Хулиганы специально проголосовали за него против его воли. Ученики считали представителя класса не более чем помехой, которая беспокоит их и заставляет заниматься дополнительной работой. Естественно, он не обладал харизмой, необходимой для такого положения. И поэтому был представителем класса только в названии. С наступлением сумерек в школе наступила полная тишина. Весело игравшие во дворе дети как раз шумно собирались. Но были так далеко, что становилось грустно. Масаки вышел на балкон и смотрел на их возднем. Издалека. Издалека крашенные цвета сумерклиться, едва ли казались естественными. Масаки спустил слабый вздох. В последнее время ему казалось, что даже его сознание слабло. Все было будто в тумане. Он даже не понимал, что ел вчера и сегодня на завтрак. Должно быть так, его тело подсознательно защищало душу. С каждым днем издевательства становились и ужаснее. Но как ни парадоксально, он отказывался признавать. Во избежание страданий. Его голову окутал туман, и воспоминания пропали вместе с болью. Не скажу, что ему было комфортно. Даже анестезия в кабинете стоматолога полностью не избавляет от боли. Однако без этой анестезии его сердце давным-давно разбилось бы. В кабинете стоматолога лечение заканчивается до того, как анестезия перестает действовать. Но издевательства, с которыми он столкнулся, были тяжелее и не заканчивались. Анестезия его сердца больше не могла избавить от этих страданий. Так что для облегчения боли ему осталось лишь принять лекарство еще сильнее. Когда он посмотрел вниз на школьный двор, ему само собой пришла в голову мысль спрыгнуть и освободиться. Паунс в окно. Но Сааке пристально посмотрел на землю. Он представил, как прыгает с балкона и его уносит небо. Его душа возносится на небеса, а тело тихо окутано землей. Странная мысль. До сих пор он испытывал страх, как всякий раз, когда смотрел вниз с высоты. Но сейчас он почувствовал детский импульс, вводя желание повалиться на мягкую кровать в отеле. Я сейчас прыгну отсюда. Ты освободишься. Че, Хиганбана развлекается или еще кто-нибудь? Ответил кто-то в душе Масаки. Да, спрыгнув, ты освободишься от всего. Что значит освобожусь? Освободишься. Ты навсегда обратешь покой. Никто никогда не будет тебя мучить. Ты сможешь погрузиться в бесконечный мирный сон. Да, кто-то отвечал ему в душе. В таком случае не отпричнят сомневаться. Ты уже прыгай и подари себе покой. Не бойся. Я здесь. Я поймаю тебя. Масаки, вероятно, уже был во сне. Таинственное чудо напомнило удивительную фантазию. На земле он увидел завораживающую иллюзию ковра из красных цветов, растилающихся перед ним. Цветник ликориса. Мимолетный ковер кровавого красного ликориса медленно цвел и расходился все дальше. В центре этого цветника, глядя на меня, стояла черноволосая девушка. Ну же, Масаки, я поймаю тебя. Хе-хе. Она грациозно улыбнулась и протянула к лобе руки. Спрыгнув, я смогу выбраться из этой убогой реальности. Меня встретит мимолетный чудесный мир ликориса. Больше не будет школы, не будет никаких издевательств. Больше не будет мучений в виде игр наказаний. Больше не придется делать всякие неловкости под ложным предлогом дружбы. Почему ты сомневаешься? Какая надежда держит тебя в этом мире? Разве она есть? Есть ли у меня надежда? Тогда иди ко мне в мир ликориса. Иди сюда. Ну, напоминаю, Хиганбана это. Перевод дословный. Прими решение и приди ко мне по собственной воле. Своими руками и ногами. Садись с балкона. К этому времени в глазах Мусаки отражалось одно лишь поле цветущего ликориса. Медленно он подошел к перелам балкона и занес трубу. Стой! Цветы не цветут после смерти. Ни с того ни с сего выкрикнул другой голос. Грубый, увлекающий голос провел Мусаки в чувства. И опять Мария меня нашла. Пока ты искала конфеты, я подумала помочь тому, кто недавно попался мне на глаза. Я нашла кое-какие сладостей. Сегодня у нас вафельный сэндвич с джемом. Так что прекрати охоту. На поле ликориса вдруг пылу старая девочка в очках. Не хочу. Да и я даже не охочусь. Я просто приглашаю его. Отсказываю о мире, в котором его душа будет в своей тарелке. Мишкава, прошу подумай. Ты столько, столько всего можешь сделать при жизни. А после смерти всему придет конец. Да что он может сделать? Ничего. Поэтому он и страдает. А что он сможет сделать, когда умрет? После смерти есть только сожаления и страдания. Масаки не знал, что я думать. Я сплю. Две незнакомые девочки появились из ниоткуда и теперь ссорятся. Однако он их совершенно не понимал. Умерев, он освободится от всего. Но после смерти он больше ничего не сможет сделать. А ничего ему жить, у него ничего нет. Неправда. Даже у него должны быть надежды и мечты. Что-то, чего он еще хочет добиться в жизни. Мишкава, пожалуйста, вспомни. Масаки, ты правда чего-то хочешь добиться? Я долго наблюдал за тобой. Разве ты к чему-то стремишься? Я не заметил ничего такого. Я просто предался потоку жизни. Как лист на поверхности воды, плывущий по течению. И в конце концов ты сгинешь и раскрошишься. Пока что это самый вероятный для тебя исход. Он не знал, что ответить. У Масаки не было и нет ни мотивации, ни миссии, ни цели. Он делает лишь одно. Отказывайся признать, что над ним издеваются. И все. Ты только отрицаешь. Пока ты отрицаешь издевательства, их нет. И уходят, что к тебе на самом деле не лезут. Вот и все, что ты делаешь. Можно ли это назвать жизнью? Он рассуждал так сурово, что Масаки занял в груди. Он просто закрыл глаз разум и притворился камнем. Люди не камни. Так нельзя жить. И Годбан отыскал достаточно. Ну и что, разве я не права? Хе-хе-хе. Да, он жил и пока живет такой жизнью. Но это не значит, что он должен жить так всю оставшуюся жизнь. При жизни люди постоянно могут заниматься чем-то новым. Если в порыве убить себя, то ничего не останется. При жизни можно много чего сделать. После смерти ничего не сделаешь. Думать об этом грустно и неприятно. Если есть сила совершить самоубийство, то значит, есть решимость рисковать жизнью. Разве покончить с собой? После этих ребят не то же самое, что умереть от округ. Тогда почему бы лучше умирать только я? Даже если меня ждет тот же конец. Мысль, что я его встречу не дав отпор, слишком устраивает. А? В целом расхотелось умирать. Все это тебе, Мария. Еще немного, я бы до него добралась. Юшка вам, если тебе хватает решимости умереть, ты перед этим-то столько всего можешь сделать. Так что прошу, будь смелее. Смелее. Я отбрасываю надежду. Поговори со всеми. С учителями, родителями, друзьями. Да даже если поговорю, никто из них не станет слушать. Сердце мусаки трепетало от гнева и печали. Он говорил с учителями. Но они отнеслись к нему так, чтобы он сам виноват, и ничем не помогли ему. Его родители думали только о работе. Они всегда говорили, что родители не должны ввязываться в детские стычки, и ничем им не помогли. У него даже нет друзей, и с дураками можно было видеть по душам. И потом в глубине души, в массаже вспомнил Юкария. Однако он быстро выкнул из головы, думаю, с целью. Черт. И кто надо мной? Не изливается. Мне не нужна помощь. Вечно налетят в чужие дела. Принимать помощь девчонки совсем не весело. Черт, черт. Все смотрят у меня с высока. Если я сейчас ее убью, что они скажут? Просто придут на мои похороны и сделают вид, что говеруют по мне. Пала идут к моим родителям, бессовестно скажут им, что мы с ними были хорошими друзьями. А потом буду вспоминать, было и времена, говорить о том, как надо мной издевались всякие дебилы, и прикидываться героями в этой истории. Нет, хрен вам. Черт, я сглая умру, я не дам себя убить. Миражный не чудесный, у него снова появилась воля к жизни. Хоть не совсем так, как я хотела. Когда Масаки разгневался, желание покончить жизнь самоубийством быстро пропало. Ну, как говорится, хоть так. Две девушки полили корисы постепенно исчезли, и он снова появился. И снова появился вид на школьный двор в цветах сумерек. Тяжелого душа, Масаки ударил перил от балкона. Аклана, то следующий этап начнется. Ну окей, типа история не совсем об этом понятна, да. Что у нас-то похоже уже было, вряд ли автор повторялся. Видимо, у нас реально будет мстюн теперь. Посмотрим. Посмотрим. Может быть, он реально ступит на путь Ирины, и будет разбивать лица маленьким детям. Ломаем руки и головы. Это что, я не одобряю? Ну, одобряю. Ну, опять же, Юкари, наверное, как-то задействует. Неожиданно было ее снова увидеть, но хорошо. Хорошо, что у нее все хорошо. Я заслужила, как говорится. Конец записи.